С вами канал Учебник Слух. Литература, восьмой класс. Старые нравы. Роман Айвенга появился в самом конце 1819 года и сразу стал популярнейшим произведением Вальтера Скотта. Этим произведением Вальтер Скотт начал в своем творчестве новую тему – английской истории, и определил его особенным образом, как рыцарский роман. Это означало, что повествование относится ко временам гораздо более отдаленным, чем в его книгах о прошлом Шотландии. Решив, по совету издателя, все же сохранить преемственность с романами шотландскими, Вальтер Скотт на первых страницах новой книги напомнил о своем прежнем персонаже, малозаметном для читателей, но существенном в композиционном отношении. Это доктор Иона Драесдаст, архивариус, литератор, выступающий в шотландских книгах в качестве редактора, автора предисловий и тому подобное. Этот хранитель преданий, чья фамилия по-русски звучала бы как «сухопыльный», Вайвенга оказывается адресатом письма посвящения, присланного ему вместе с рукописью от имени антиквария английского, некоего Лоренса Темплтона из Кимберленда, края холмов и озер. Иными словами, это еще один собиратель старины, которые так увлекались в ту эпоху – старины английской. Причем, если Драесдаст сухопыльный в соответствии со своим символическим именем – это педант, стоящий на страже документальности и достоверности, то сочинитель-англичанин выговаривает себе право на известную свободу в обращении с материалом прошлого. Это же было выражено и в определении жанра повествования – «рыцарский роман», ибо «рыцарский» во времена Вальтера Скотта означало «полусказочный», «мифический». Конечно, это не та сказочность, о которой идет речь Вайвенга, когда там упоминаются герои наиболее давних рыцарских повествований – «Тристан» и «Ланселот». Они, как вспоминает один из персонажей романа, искали приключений в заколдованных лесах, сражаясь с драконами и великанами. Эти герои, в особенности Тристан, были сродни еще эпическим богатырям. Вайвенга вызывается к жизни рыцарство гораздо более позднее и вполне реальное. Как уже сказано, в Англии саксонско-норманские противоречия за давностью лет сгладились, зарубцевались. Разговоры о том, кто из них больше сакс, а кто норман, среди англичан во времена Вальтера Скотта могли вестись уже только в ироническом, шуточном смысле. Но назрели другие внутренние противоречия, социальные, и на фоне их, соответственно, читался Айвенга. В роли побежденных или побеждаемых выступала старая знать, в роли победителей или наступавших – новое дворянство, а также буржуазия. Поэтому картина внутренних раздоров в стране, как бы то ни было, выглядела злободневно. Необычайно актуальной являлась ситуация, обрисованная Вальтером Скоттом. Король в союзе с простолюдинами выступает против своевольных баронов. Король Ричард I, прозванный Львиным сердцем, в романе, конечно, идеализирован. Представленный защитником народных интересов, он-то на самом деле и довел простых англичан до разорения. Большую часть своего царствования Ричард находился вне Англии, в походах, и проявлялась его власть главным образом в установлении все новых и новых поборов, необходимых для содержания армии. А выкуп, чтобы вызволить короля из заморского плена, совершенно истощил казну и чуть было не привел к общенациональной катастрофе. Вырвавшись из плена, Ричард вернулся в свое королевство всего на несколько недель, после чего, собрав очередной налог, тут же вновь отправился на континент в очередной поход, из которого уже не вернулся. Войны, свидетельствующие о том, что король заслужил данное ему молвой гордое прозвище «Львиное сердце», стране и народу ничего, кроме обнищания и смуты, не принесли. Соответствует истине, подчеркнутая в романе «Любовь короля» к стихам и песням. Ричард «Львиное сердце» был не только выдающимся воином, но и незаурядным бардом. Умело сочинял стихи и сам исполнял их под собственный аккомпанемент. Однако трогательная забота о подданных и союз с простым народом – откровенный и тенденциозный вымысел автора Айвенга. С точки зрения достоверности, историки могут в Айвенга обнаружить и обнаруживали немало нарушений, особенно во времени. Та же история Исаака Ревекки, взята Вальтером Скоттом не из отдаленных источников, а была услышана от Вашингтона Ирвинга и относится к гораздо более поздней паре. Что же касается Робина Гуда, то Вальтер Скотт имел известные основания дать ему имя Локсли, потому что собиратели английской старины обнаружили некоего Роберта Фитц Ута, родом из Локсли, в графстве Ноттингем. Он будто бы и был благородным разбойником, грабившим только богатых и получившим легендарное прозвище Робин Гуд, то есть Робин в капюшоне. Не исключено и союзничество знаменитого разбойника с королем, но только не с Ричардом Львиное Сердце, а с Эдуардом Вторым, по меньшей мере на сто лет позднее. И в таком случае это уже не Роберт из Локсли, а какой-то другой человек. Предания о Робине Гуде складывались длительное время, и при том, что у них могла быть фактическая основа, в них отразились самые различные времена. Как рассказывает биограф Вальтера Скотта Джон Локхарт, успех Айвенга принес автору и некоторый урон. Его другие романы стали пользоваться меньшей популярностью. Субтитры создавал DimaTorzok